Сорок дней и сорок ночей ламы заклинателя читали над Загорским тибетскую книгу мертвых, и мертвый вернулся к жизни. Когда-то в древней Иудее такие чудеса совершал один человек и голыми руками, притом одной только верой, без всяких технических приспособлений. Однако с тех пор много воды утекло, чудотворство перестало быть приватным занятием и стало делом больших коллективов. Как всякое подлинное искусство, оно изо всех сил сопротивлялось переводу на промышленные рельсы, но не устояло, и было заменено наукой и техническими фокусами, которыми можно сколько угодно восхищаться, но которые, однако, не одолевают законов природы. Несмотря на все сказанное, некоторые чудотворные методы сохранились еще от древних времен и дошли до нас в тайных книгах и в устной передаче. Итак, Загорский вернулся к жизни. Но, однако, вернулся не совсем, не окончательно. Он мог самостоятельно дышать, сердце его билось, внутренние органы работали. Однако, как сказал Далай-Лама, яд был слишком силен, и некоторые естественные функции организма так и не восстановились до конца. Нестор Васильевич, вероятно, понимал, что происходит вокруг, но говорить и двигаться пока не мог. Между духом его и телом стояла слишком серьезная преграда. — И что же теперь? — терзался Гонзолин. Он, как легко догадаться, был в отчаянии. Может быть, он был неправ, может быть, не следовало отдавать хозяина в руки лам. Так или иначе, дело было сделано. И единственное, что ему оставалось, — задавать вопросы, ответы на которые, похоже, не знал не только человек, но и существа более высокого порядка. Вот и Тхуптенгий Цо ничего ему не ответил. Разговор проходил в летней резиденции драгоценнейшего Нурбуллинке. Вокруг царил подлинный рай. С нестерпимо синего неба тепло сияло солнце, цвели редкие растения, порхали яркие экзотические птицы. Но первосвященника рай этот не радовал. И он сидел мрачнее тучи. Обряд, на который возлагались такие надежды, себя не оправдал. Или, во всяком случае, оправдал не совсем. Да, Загорский вернулся к жизни, но толку от него сейчас было не больше, чем от новорожденного младенца. Но если новорожденный хотя бы мог вырасти и стать дееспособным, дальнейшая судьба Нестора Васильевича в этом смысле оставалась темной. Придет ли он в себя окончательно? А если придет, когда это случится? Будет ли он в силах исполнять все те задачи, которые исполнял раньше? Или смерть непоправимо поразила его человеческую оболочку? Эти и другие вопросы терзали сейчас с 13-го Далай-Лам.